Здравствуйте! Вашему вниманию предоставляется лекция по дисциплине архитектура промышленных зданий. Данная дисциплина читается на кафедре «Строительные материалы и технологии» для студентов, обучающихся по образовательной программе 5B073000 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Курс лекций разработали старший преподаватель кафедры «Строительные материалы и технологии» Жанаков Куаныш Алимжанович и преподаватель кафедры «Строительные материалы и технологии» Хан Максим Александрович. Тема сегодняшнего занятия – каркасы многоэтажных зданий. Целью занятия является, в первую очередь, ознакомиться с видами каркасов многоэтажных промышленных зданий. Затем мы рассмотрим схемы монолитных железобетонных каркасов и рассмотрим, какие бывают сборные балочные и безбалочные каркасы. План занятия включает в себя ознакомление с видами каркасов многоэтажных зданий. Затем железобетонные каркасы – узнаем, в чем их преимущества и в чем недостатки. Затем рассмотрим особенности монолитных железобетонных каркасов. И затем мы изучим отличительные особенности балочных и безбалочных каркасов от монолитных и сборных железобетонных каркасов. Итак, каркасы многоэтажных промышленных зданий состоят из колонн и балочных или безбалочных междуэтажных перекрытий или покрытий. В зданиях с балочными перекрытиями ригели и колонны связаны между собой в узлах с варкой закладных деталей, то есть шарнирно связаны между собой. В этом случае каркас в целом воспринимает только вертикальные нагрузки. Более подробно мы об этом поговорим в середине лекции. Такая конструктивная схема зданий называется связевой. Ветровые и другие горизонтальные нагрузки воспринимают перекрытия, которые передают их на торцевые стены и стены лестничных клеток. Иногда устраивают специальные стены или диафрагмы для обеспечения жесткости и устойчивости каркасного здания связевой системы. Многоэтажные здания могут также иметь каркас рамной конструкции. В этом случае поперечными железобетонными рамами с жесткими узлами обеспечивается пространственная жесткость здания. Балочная схема многоэтажных зданий является наиболее распространенной. При этом схема в поперечном направлении располагаются ригели, опирающиеся на консоли колонн, а по ригелям укладываются сборные железобетонные, ребристые или пустотелые настилы. Настилы, укладываемые вдоль разбивочных осей ряда колонн, имеют вырезы для пропуска колонн. Ригели имеют тавровое поперечное сечение. В некоторых случаях для уменьшения высоты перекрытия применяют ригели трапециевидного сечения с четвертями для опирания настилов. Все многоэтажные промышленные здания подразделяют на три основные группы. Первая группа – это здания массового типа. Такие здания имеют простое объемно-планировочное решение, то есть с одной высотой по длине не более шести этажей, с сеткой колонн 6 на 6, либо 9 на 9 на 6, либо 6 плюс 3 плюс 6. Также может быть 6 плюс 9 плюс 3 и 6 на 12 метров. Также есть здания, сблокированные здания называемые. Это одноэтажные сблокированные с многоэтажными зданиями. То есть там идет блок из нескольких зданий, различных по высоте. К этой группе относят и здания с верхними крановыми этажами, то есть когда на самых верхних этажах может быть располагаться специальные крана. Следующий тип – это здания смешанной этажности. Они характеризуются сложным объемно-планировочным решением. Их сооружают на таких производствах, как угольная, коксохимическая, горно-рудная промышленность и на предприятиях цветной металлургии. Число этажей в таких зданиях может достигать 10. Здания, на верхних этажах которых имеются мостовые или подвесные краны, характерны для химической промышленности. Верхний этаж имеет укрепленную сетку колонн, к примеру, 12 на 6, 18 на 6 или 24 на 6 метров и краны грузоподъемностью 5 или 10 тонн. Наряду с многоэтажными полнокранными зданиями иногда сооружают здания с неполным каркасом, в которых отсутствуют крайние ряды колонн, а наружные стены являются несущими. Каркасы выполняют преимущество из железобетона, а также из стали. Наиболее долговечны, огнестойки и экономичны по расходу металла железобетонные каркасы именно в таких зданиях. Применять стальные каркасы допускается в многоэтажных зданиях и этажерках под оборудование с полезной нагрузкой на перекрытие, превышающее 3000, 1500 и 1000 кг на метр квадратный. По-другому это 30, 15 и 10, соответственно, килоньютон на метр квадратный. Также их применяют при сетке колонн, соответственно, 6 на 6, 6 на 9 и 6 на 12 метров при особых производственных и технологических требованиях к зданиям, например, сжатые сроки возведения, труднодоступные пункты строительства, либо неунифицированные параметры здания, либо минимальные габариты колонн, или наличие агрессивной среды. В укрупненных пролетах, то есть от 18 метров и более, верхнего этажа трех- и более этажных зданий допускается применять стальные стропильные конструкции. Что же из себя представляют железобетонные каркасы? По способу возведения железобетонные каркасы могут быть сборные и монолитные. В большинстве случаев применяют сборные каркасы, хотя по многим технико-экономическим показателям они уступают монолитным. Как видно из таблицы, устройство монолитных каркасов по сравнению со сборными позволяет снизить стоимость зданий на 25%, при введении затрат на 28%, сократить расход бетона на 23%, а стали на 53%. Монолитные каркасы, равные в обоих направлениях, придают зданию большую жесткость и устойчивость. Они позволяют строить здания разнообразных архитектурных форм. Многоэтажные здания с монолитными конструкциями особенно целесообразны в южных районах при большой продолжительности теплового времени года, а также в случае использования неунифицированных сеток колонн. Поэтому, несмотря на высокую трудоемкость и большую длительность возведения, высокий расход лесоматериалов на опалубку, применяемый в монолитных каркасах многоэтажных зданий, следует расширять для увеличения их количества и снижения себестоимости. В зарубежной практике монолитные конструкции распространены наиболее широко, чем у нас. Из выше приведенных технико-экономических расчетов, которые вы сейчас увидите на экране, следует также, что внимание проектировщиков должно быть обращено на разработку более совершенных сборных конструкций многоэтажных зданий. Основными схемами каркасов из монолитного железобетона являются каркасы с поперечными рамами и продольными второстепенными балками. Также с продольными главными и поперечными второстепенными балками, а также с балками, расположенными по колоннам в обоих направлениях и опертыми по контуру плитами с безбалочным перекрытием. Данные виды вы видите сейчас у себя на экране, где левый верхний угол показывает разрез в каркасе с поперечными главными рамами. Под ним находится вид сверху на отметке 0,0, также с поперечными главными рамами. Следующий справа идет сверху разрез с поперечными главными продольными рамами. Под ним, как он выглядит, на виде сверху. Следующий справа идет с плитами, опертыми по контуру, и также под ним представлен вид сверху. И самый последний справа, это с безбалочным перекрытием. Также под ним располагается вид сверху. Наибольшей поперечной жесткостью обладает самая первая схема, как вы можете наблюдать на рисунке. Однако высокие ригели рам загромождают вверх помещений, и часто они расположены второстепенными балками, которые затемняют потолок и являются причиной застоя загрязненного воздуха либо газов. Схема с безбалочными перекрытиями наименее жесткая, которая расположена справа на рисунке, но при ней, при данной схеме, можно получить наименьшую высоту этажей при заданной высоте помещений и создать лучшее естественное освещение. Разница высотах этажей зданий, возведенных по первой и последней схеме, может достигать до полуто метров. В целях широкого применения стандартной инвентарной опалубки для возведения монолитных конструкций унифицированы размеры монолитных фундаментов, колонн, балок и плит. Фундаменты имеют размеры подошв 1,5 на 1,5 метра, а также 6 на 6, либо 6 на 7 метров, через каждые 0,3, либо 0,2 метра. Высоту таких фундаментов имеют от 1,5 метров до 4,2 метра. Также шаг у них от 0,5 до 0,6 метров. Размеры подколонников в плане кратны 0,3 метра и приняты в размерах 0,9 на 0,9 и 1,2 на 2,7 метра. Высота ступеней равна от 0,3 до 0,6 метра. Сечения колонн в интервале от 0,3 на 0,3 до 0,6 на 1,2 метра изменяются по ширине через 100 и по высоте через 100 и 200 миллиметров. Если необходимо применять большие сечения колонн, их ширина должна быть кратной 200, а высота кратная 300 миллиметров. Для балок рекомендуются следующие размеры. Ширина 150, 200, 300, 400 и 500 миллиметров. Далее ширина может быть выше, больше, но кратная 10 миллиметров. Высота самой балки от 300 до 800, но при этом кратная 100. Также может быть 1000 и 1200 миллиметров. И далее, но кратная 300 миллиметров. Отношение высоты сечения балки к ее ширине выбирают в пределах от 2 до 3. Толщина плит до 100 миллиметров, кратная 10 миллиметров. Толщина их от 100 до 200 миллиметров должна быть кратная 20 миллиметров. И толщина от 200 до 300 миллиметров должна быть кратная 50. А большая толщина плит кратная 100 миллиметров. Элементы монолитного каркаса изготавляют из бетонных марок 150, 200 и 300 и армируют сварными каркасами и сетками. Следует шире использовать монолитные железобетонные конструкции с несущими жесткими арматурами, каркасами, способствующие индустриализации и возведению различных зданий и сооружений. В процессе производства работ к несущей арматуре подвешивают опалубку и надобность в лесах отпадает. В качестве жесткой арматуры применяют прокатные, сварные и тонкостенные, холодно натянутые профили, такие как швеллеры и двутавры. Последний позволяет сократить расход металла по сравнению с прокатными профилями до 40%. Следующий пункт наших занятий это сборные, безбалочные и безбалочные каркасы. На вашем экране представлено многоэтажное здание с балочным перекрытием. Итак, сборные железобетонные каркасы подразделяют на балочные и безбалочные. Балочные каркасы, обеспечивающие зданию большую пространственную жесткость и устойчивость, более распространены. Сборные каркасы многоэтажных зданий с балочными перекрытиями конструируют в поперечном направлении по равной схеме, а в продольном по равной или связевой схемами. В первом же случае жесткость каркаса в продольном направлении обеспечивают однопролетными продольными рамами, располагаемыми по крайним осям или дополнительно по нескольким промежуточным осям каждого температурного блока здания. Однопролетную раму образуют две соединенные колонны, которые являются соседними, и продольный ригель, соединяющий их. Такие колонны соединены с варкой выпусков арматуры и закладных деталей, а также замоналичиванием стыков. Во втором случае для обеспечения жесткости каркаса в продольном направлении предусматривают вертикальные связи портального типа, устанавливаемого в середине температурного блока в каждом продольном ряду и через один или два ряда. Ветровые нагрузки, действующие по торцевым стенам зданий, передаются на рамы или связи через жесткие диафрагмы, например, диски перекрытий. На вашем экране представлен рисунок с элементами балочного железобетонного каркаса при опирании ригелей на консоли колонн. Под пунктом А у вас показаны сами колонны и их виды. Пункт Б показывает ригели, которые используются в данном случае. И пункт В показывает плиты перекрытия, которые могут применяться в таких зданиях. Предпочтение отдают рамным конструкционным схемам, которые вследствие способности каждой рамы работать независимо друг от друга, допускают устройства в перекрытиях любого количества отверстий. Это особенно ценно для производства с вертикальным технологическим процессом, когда междуэтажные перекрытия прорезают технологические установки, санитарно-технические и транспортные коммуникации. Балочный каркас состоит из фундаментов, фундаментных балок, колонн, ригелей, плит перекрытий и связи, присвязиваясь в схеме в продольном направлении. Фундаменты под колонны, как и в одноэтажных зданиях, устанавливают стопчатые, с подколонниками, стаканного типа. Колонны первого этажа устанавливают стаканы фундаментов. Верх колонны располагают на отметке минус 0,15 мм. Цокольные стеновые панели опирают на фундаментные балки, укладываемые на уступы фундаментов. Для сокращения числа монтажных единиц и повышения эксплуатационной надежности здания, основные колонны приняты высотой на 2 и 3 этажа, как показано у нас на рисунке, которое вы видите на экране. Сечение колонн таких составляет 400 на 400, либо 400 на 600 мм. Рекомендуется предусматривать колонны постоянного сечения для всех этажей, кроме подвального, а также для крайних и средних рядов. Необходимую несущую способность колонн обеспечивают изменением количества арматуры и марки бетона в соответствии с нагрузкой. Колонны изготавливают из бетона марок от 200 до 500 и армируют сварными каркасами. Стыки колонн должны быть на 600-1000 мм выше перекрытий. Устанавливают колонны на централизирующие прокладки и соединяют между собой приваркой стержней накладок к оголовкам колонны, образуемым уголками и пластинами. Зазор между торцами колонн зачеканивают жестким раствором. Раствор должен быть марки 300, после чего устанавливают сетки по периметру замоноличивают бетоном. В зависимости от вида опирания плит перекрытий на полку ригели или поверху колонны. Ригели могут быть прямоугольного сечения с полками или без них. Как вы видите сейчас на рисунке под пунктом B. В первом варианте ригели имеют ширину в уровне полок 650 мм и высоту 800 мм. Во втором применяем при больших нагрузках от крупноразмерного провисающего оборудования сечение ригелей должно составлять 300 на 800 мм. Для сеток колонн 6х6 и 6х9 м сечения ригелей должны быть одинаковы. Длину ригелей с учетом пролета, высоты сечения колонн и величины зазора между ригелями и колоннами принимают от 4980 до 8480. При этом промежуточные значения должны быть в пределах 5280, 5480, 7980, 8280. Ригели изготавливают из бетона марок от 200 до 400 с обычной и предварительно напряженной арматурой. Сопряжение ригелей с колоннами может быть консольным и бесконсольным, как представлено на рисунке, который вы видите сейчас на экране. В первом случае ригели опирают на железобетонные консоли и соединяют с колоннами сваркой закладных элементов из выпусков арматуры, а также при взаимоналичивании. Это вы можете наблюдать в пункте В. Бесконсольное сопряжение ригелей значительно улучшает интерьер помещений, сокращает расход стали и трудовые затраты. Применяют несколько типов бесконсольных стыков ригелей с колоннами. Так, на рисунке под пунктом Г ригель с колонной соединен посредством ванной сварки, выпусков арматуры, бетонных шпонок и амоналичивания бетоном. Бетон стыка армируют в таком случае. На рисунке пункта Д показан вариант опирания ригелей на торец колонны, частично освобожденные в результате боковых скосов верхней колонны. Соединяют ригель с колонной сваркой закладных деталей, горизонтальных и вертикальных выпусков арматуры и амоналичивания бетоном. Согласно пункту Е, представленному на рисунке, соединение ригелей с колонной производят сваркой, длутарных и стержневых выпусков и последующей заделкой стыка бетоном. Также на пункте А показано опирание ригелей на консоли. Первый вариант перекрытия с опиранием ребристых плит на полке ригелей. Второй, тот же, но с опиранием плит поверху ригелей. Пункт Б показывает. При бесконсольном опирании ригелей. Под цифрой 3 показаны перекрытия с серебристыми плитами. Цифра 4 обозначена тоже, но с многобустотными плитами. Плит и перекрытия приняты двух типов. Основные, то есть шириной 1485 мм. И доборные, шириной 740 мм. Как было представлено на предыдущем рисунке. Пункт В, который вы видите сейчас на экране. Высота плит должна составлять 400 мм. А толщина полки 50 мм. Для варианта опирания на полке ригеля плиты имеют длину 5550 и 5050 мм. А опирание поверху ригелей составляет 5950 мм. Изготавливают плиты из бетона марок от 200 до 400. С обычной или предварительно напряженной арматурой. Крепя плиты к ригелям, сварка закладных элементов, а швы заполняют бетоном. Конструкция верхних этажей, имеющих пролеты 12, 18 и 24 метра и оборудованных кранами, не отличается от одноэтажных зданий. Сопряжение ригелей покрытия с колоннами принято шарнирное. Многоэтажные здания с безбалочным каркасом сооружают на предприятиях пищевой промышленности, холодильниках и других производствах с повышенными требованиями к чистоте. Сборные безбалочные каркасы, по сравнению с балочными, имеют в основном те же преимущества и недостатки, что и монолитные варианты. Сетка колонн в таких зданиях принята 6 на 6 метров, высота этажей 4 на 8 метров, а также может быть 6 метров. Подвал может иметь высоту 3,6 метра. Безбалочный каркас состоит из фундаментов, фундаментных балок, колонн, капиталей, подколонных и пролетных плит, а также связей. Данные типы мы рассмотрим на рисунке, который представлен в следующем слайде. Стальные планки, также заложенные в нижний пояс ригеля, приваривают к планкам, заложенным в консоли колонн. Планки в консолях шире планок ригеля, благодаря чему сварные швы, накладывающиеся в нижнем положении, самым удобным для производства сварочных работ. По верху ригеля соединяют стыковыми накладками, которые обнимают колонну с двух сторон и привариваются к закладным планкам верхнего пояса ригеля. Вертикальные зазоры между торцами ригеля и колонны заполняют бетонной смесью на мелком гравии или цементном раствором. Безбалочная схема многоэтажных промышленных зданий в сравнении с безбалочной обеспечивает большую полезность высоту помещений, так как само перекрытие имеет меньшую высоту. При этом сетка колонн допускается в пределах 6 на 6 метров. На вашем экране представлен рисунок многоэтажного здания с безбалочным каркасом, где под пунктом А показан поперечный разрез здания. Под пунктом Б показан план междуэтажного перекрытия с обозначением колонн. Пункт В – соединение капителей с колоннами. Пункт ДГ – соединение надколонных плит с капителию. Пункт Д – соединение пролетной плиты с надколонной. Итак, цифрами на данном рисунке обозначены под пунктом 1 – это сама колонна, под пункт 2 – это капитель, под пунктом 3 – надколонная плита, пункт 4 – пролетная плита, пункт 5 – стержни диаметром 22-24 мм, пункт 6 – это сам бетон марки 300 либо 400 на мелком гравии, пункт 7 – закладные элементы, пункт 8 – это выпуски арматуры из плитов. Итак, колонны принимают высотой на этаж, то есть это поэтажная разрезка. Их сечение должно быть 400 на 400 и 500 на 500 мм. Для опирания капителей на колоннах предусмотрены четырехсторонние консоли размером в плане 800 на 800 мм. Соединяет торцы колонн накладками, привариваемые к стальным оголовкам колонн. Стыки располагают на высоте 1 метра от пола. Колонны первого этажа и подвала заделывают в стаканы фундамента. Капители, имеющие размеры в плане 2700 на 2700, либо 1950 на 2700 мм и имеющие высоту 600 мм, закрепляют на колоннах сваркой закладных элементов. На колонне и капителе предусмотрены горизонтальные пазы, образующие после замоноличивания сопряжения бетонные шпонки. Это вы можете наблюдать на пункте В, представленном у вас на экране рисунки. В обоих направлениях в капителе укладывают надколонные плиты толщиной 180 мм. Размерами в плане средняя плита 3100 на 3540 мм и крайняя плита 2150 на 3540 мм. Выпуски арматуры и плит соединяют сваркой закладными элементами капителя. Вы это можете наблюдать на рисунке пункт Г. Пролетные плиты размеров 3080 на 3080 и по высоте 150 мм опирают на надколонные и крепят к ним приваркой выпусков арматуры к закладным деталям. У вас на рисунке это представлено под пунктом Д. Элементы безбалочного каркаса изготавливают из бетона марок 200, 300, 400 и 500. И армируют пространственными сварными каркасами. Стеки элементов каркаса заделывают бетоном марки 300. Сварка закладных элементов конструкции и последующее замоналичивание сопряжений с устройством бетонных шпонов обеспечивают равность каркаса в продольных и поперечных разрезах. Многоэтажные здания, особенно с железобетонными балочными конструкциями каркаса, относят к материалоемким сооружениям, имеющим большую массу. Несущие конструкции этих зданий целесообразно изготавливают из высокопрочных легких бетонов с обычной или предварительно напряженной арматурой. Основные несущие элементы безбалочных перекрытий – это колонны с капителями, как уже отмечалось ранее. На капителе опирают многопустотные надколонные панели толщиной до 30 см, либо до 300 мм. На надколонные панели, в свою очередь, опирают пролетные панели перекрытий толщиной до 160 мм. Капители имеют форму усеченной пирамиды с квадратным основанием и с отверстиями посередине, через которые проходит колонна. Капители выполняют роль обоймы стаканного типа, которая охватывает верхушку колонны, опирается на консоли колонны и скрепляется с ними путем приварки закладных деталей. Поэтажный стык колонн осуществляется в пределах капителей. Сборные безбалочные перекрытия сложны в монтаже и неэкономичны по расходу бетона и стали, поэтому они применяются очень редко. Более экономичными являются сборные монолитные безбалочные перекрытия, которые устроены следующим образом. Плоская железобетонная плита с отверстием посередине для пропуска колонны служит капителью. На данную капитель опирают межколонные предварительно напряженные многобастотные панели, на которые, в свою очередь, опирают пролетные панели. На вашем экране представлен рисунок, показывающий сборно-монолитное безбалочное перекрытие. Слева у вас располагается план самого перекрытия с устройством панели в виде капителей. А справа, пункт B, вам показано то же самое, только в разрезе. Следующий пункт нашего занятия «Стальные каркасы». Основными элементами стального каркаса многоэтажных зданий являются колонны и ригели, связанные между собой в двух направлениях в неизменную пространственную систему. В зависимости от способа обеспечения пространственной жесткости и характера восприятия горизонтальных нагрузок, «Стальные каркасы» зданий могут иметь связевую, рамную или комбинированную конструкцию. Карактерная для многоэтажных зданий со «Стальным каркасом» является рамная схема. При данной схеме пространственная жесткость каркаса обеспечивается жесткостью колонн, ригелей и узлов их сопряжения. При рамной схеме каркаса в узлах возникает усилие одного порядка. Кроме того, можно унифицировать узлы и их элементы, обеспечить плавность деформаций и равномерное нагружение фундаментов, а также применять однотипные решения колонн, ригелей, бас и анкеров. Шаг колонн принимают кратным 6. Пролеты шириной 6, 9, 12 метров и более. В целях использования для стен унифицированных панелей высоту этажей рекомендуют принимать кратные 600 мм. Колонны выполняют, как правило, из сплошного двуталового сечения, из одного прокатного профиля или составляют из листов. Для больших нагрузок применяют колонны крестового сечения. Иногда допускают колонны сквозного сечения. Вы можете видеть размеры колонн, а также видеть, какие колонны используются на рисунке. Представлен у вас на экране пункт А, располагающийся в самом верху, где идет сначала травовое сечение, потом крестовое сечение. Справа в конце показаны два вида сквозного сечения. Длину монтажных единиц колонн назначают с учетом жесткости сечения, характеристики подъемных механизмов, условий изготовления и транспортировки. Чаще ее применяют равны от 8 до 15 метров, то есть на высоту двух-трех этажей. Стыки колонн проектируют сфрезерованными торцами. Монтажные элементы соединяют болтами. Примеры соединений вы можете наблюдать на рисунке B. Стыки держатся силами трения при больших нормальных силах нагрузок. В верхних, а иногда и в средних этажах при малой величине нормальной силы стыки колонн обваривают по контуру и устраивают также стыки, перекрытые накладками на сварке. Итак, на рисунке, как мы уже отмечали, под пунктом А, вы видите сечение колонн. Пункт Б показывает стыки колонн. Пункт В показывают сами башмаки колонн, на которые все может опираться. Пункт Д – Г – это крепление балок колонни двутавого сечения. Пункт Д – крепление балок колонны крестового сечения. Также следует помнить, что пункт Г – это перекрытие из крупноразмерных панелей. Пункт Ж и З – это перекрытие по стальным настилам. Также в данном рисунке под цифрой 1 обозначены торцы колонн, фрезерованные. Под цифрой 2 показана опорная стальная плита. Под цифрой 3 показано ребро жесткости. Цифра 4 отмечены уголки. И цифра 5 – электрозаклепки. Башмаки колонн многоэтажных зданий работают под действием больших нормальных сил при незначительных эксцентральных поперечных силах. С учетом этого башмаки придают простую форму и выполняют из стальной плиты толщиной от 100 до 200 мм. Давление от колонн на башмаки передается через фрезерованные поверхности торцов колонн, а и верха плиты, как уже отмечалось нами на рисунке, представленный у вас на экране, пункт В. Поперечные силы в местах сопряжения воспринимают трение. Колонны соединяются с плитами сваркой. Колонну опорной плитой устанавливают на подливку из цементного раствора толщиной слоя не менее 50 мм. Анкерные болты, заделываемые железобетонные фундаменты, рассчитывают только на монтажные нагрузки. Ригели междуэтажных перекрытий, имеющие в большинстве случаев двутавровое сечение, выполняют из прокатных или сварных профилей с колоннами. Ригели соединяют сваркой с помощью горизонтальных накладок, как вы можете видеть на рисунке Г и Д. Перекрытия в многоэтажных зданиях, наряду с высотой, несущей способностью, должны удовлетворять требованиям звука и виброизоляции, а также обладать достаточной жесткостью. Применяют несколько типов перекрытий. По стальным ригелям укладывают железобетонные, крупноразмерные или мелкие плиты. Вы это можете наблюдать на рисунке Е. В последнем случае, когда укладывают мелкие плиты, к ригелям крепят стальные балки с шагом 2-3 метра. Применяют также обычные монолитные железобетонные перекрытия. Хорошие технико-инокромические показатели имеют перекрытия по стальным настилам, коробчатого, ребристого или волнистого профиля, по которым укладывают слои бетона. Это вы можете наблюдать на рисунке пункта G и Z. Стальные настилы выполняют одновременно функции арматуры и несъемные опалубки плит. Прежде чем приступить к ознакомлению с вопросами для самостоятельной работы, давайте... Стоп! Перезаписать! Тема нашего лекции... Стоп! Перезаписать! На этом наше занятие подходит к концу. Прежде чем приступить к ознакомлению с вопросами для самостоятельного контроля, давайте подведем краткий итог. Что же мы изучили сегодня на занятии? Итак, нами было разобраны виды каркасов многоэтажных промышленных зданий. Мы ознакомились, какие виды каркасов бывают, как они классифицируются, что они из себя представляют. Также мы рассмотрели с вами схему монолитных железобетонных каркасов, узнали, как они устроены, как крепятся между собой все каркасы и элементы, что является крепежным элементом, какие места лучше всего армировать, где расположена нагрузка на эти элементы. Также мы с вами рассмотрели балочные и безбалочные каркасы, узнали, чем балочные отличаются от безбалочных, чем они схожи с монолитными каркасами, где лучше всего их укреплять, какую нагрузку они продольную либо поперечную выдерживают. Последним пунктом мы с вами рассмотрели стальные каркасы различных типов, узнали, как они между собой укрепятся, за счет чего располагается нагрузка, как могут располагаться плиты и как, в принципе, они устроены. Итак, давайте приступим к ознакомлению с вопросами для самостоятельной работы студентов. Первый вопрос. На какие основные группы подразделяют многоэтажные промышленные здания? Второй. Когда допускается применять стальные каркасы в многоэтажных зданиях? И почему? Третий вопрос. Какие способы возведения железобетонных каркасов вы знаете? В чем особенность каждого из способов? Четвертый вопрос. Какие существуют схемы каркасов из монолитного железобетона? А какие существуют схемы каркасов из стальных элементов? И последний вопрос. В чем заключается сущность возведения зданий без балочного каркаса? Для выполнения всех этих заданий, а также для поля полного ознакомления с лекцией по нашей сегодняшней тематике, вам необходимо ознакомиться с материалом, располагающимся в следующих литературных источниках. В качестве основной литературы используются Дедков, архитектура промышленных зданий, Шубин, архитектура гражданских зданий и промышленных зданий, Хромец, современные конструкции промышленных зданий, а также Шерешевский, конструирование промышленных зданий и сооружений. Данное учебное пособие, последнее Шерешевский, является ознакомительным для того, чтобы вы не искали в интернете, как же это все выглядит. В данном учебнике все способы и все виды каркасов уже указаны. Вам просто нужно будет чуть-чуть их поискать, отсортировать и сделать работу для вашей самостоятельной работы студента. Также есть еще у нас дополнительная литература, которая представлена четырьмя учебниками и учебными пособиями, а именно архитектура гражданских и промышленных зданий, том 2, под редакцией Преченского, архитектурное проектирование промышленных предприятий, под редакцией Фисенко, справочное проектирование архитектуры промышленных предприятий, зданий и сооружений, под редакцией Карташова, А также помещение бытового назначения на промышленных предприятиях в автодесятых. На этом все. Спасибо за внимание.